Субтитры делал DimaTorzok Исполняя то, что требовали от них являвшиеся умершие Так, когда святому Иоанну Златоусту явился в городе Каманах епископ Василиск За сто лет до того умерший и сказал, мужайся, брат Иоанн, завтра мы будем вместе Святитель поверил этому видению и просил стража на другой день не вести его дальше Это было в то время, когда его отправляли в заточение Одел на себя чистые одежды, приобщился святых тайн и действительно, как было ему сказано, скончался Здесь не излишне также припомните историю установления праздника трём святителям Которые, явившись после смерти, объявили одному епископу, что верующие должны прекратить спор об их достоинстве И установить один день в память их, так как они перед Богом равны по заслугам Пастыри нашей православной церкви не только сами всегда верили, что явления умерших возможны и действительны Но учили своих посомых не отвергать этой истины Так московский митрополит Филарет в одном из поучений говорит Явления из духовного мира неизъяснимы, но неопровержимы И сам он не только не усомнился в факте, когда явился умерший отец его, который открыл ему день смерти Но стал приготовляться к отшествию в загробный мир А равно тот же святитель, когда увидел во сне умерших, которые ходатайствовали перед ним за одного священника Не только не отнёс это к ассоциации идей, но уважил просьбы явившихся покойников Величайший из церковных ораторов и учёнейший муж своего времени Иннокентий, архиепископ Херсонский-Таврический, говорит Из древних сказаний видно, что вера в бессмертие души постоянно соединялась с верой в явления умерших Сказания о семь бесчисленных Есть явления умерших или их действия, кое не подлежат сомнению, хотя они редки Никанор, архиепископ Херсонский-Одесский, человек великого ума, известный философ, богослов и проповедник Говоря в одном из своих поучений о загробной жизни и передав два случая явления умерших живым Утверждает, таких фактов можно было бы насчитать немало, и они имеют полное значение достоверности для лиц, которые о них сообщают Для лиц совершенно достопочтенных и заслуживающих веры Факты достоверны, действительны, возможны Многие из ученых и писателей иностранных и наших отечественных не только сами верят в явления умерших И рассказывают необыкновенные случаи из собственной жизни Но убеждает других не сомневаться в этом Так Аббат Августин Калмет, живший во второй половине 17-го столетия, известный в свое время как исторический писатель и как толкователь священного писания, пишет Отвергать возможность и действительность явления и действия отшедших душ на том одном основании, что они необъяснимы по законам земного мира Так же совершенно незаконно, как незаконно было бы отвергать возможность и действительность явлений физиологических на том основании, что они необъяснимы по одним законам чисто механических явлений Английские физики Бальфур Суарт и Тета в книге «Невидимый мир» Между прочим, говорят, мы признаем за истину, что невидимый мир не есть нечто абсолютно отличное от видимой вселенной И абсолютно разъединенное с нею, как часто высказывалось в науке А напротив, есть мир, который находится в тесной связи с настоящим Эта всеобщая вера ученых и неученых, представителей религии и верующих, а главное свидетельство священного писания и отцу в церкви Служит ручательством за действительность явлений умерших живым Рассказы об этих явлениях так всеобщие и многочисленны, что считать их за вымысел было бы очевидной нелепостью Не менее странно было бы утверждать, что все рассказчики – люди сумасшедшие или больные Что касается вопроса, в каких телах является умершее, то Божественное Откровение ничего не говорит об этом А разум наш даже приблизительно не в состоянии разрешить этот вопрос Некоторые учители церкви имели, однако, то мнение, что душа и по разлучению с телом сохраняет некоторую материальную оболочку Потому что один только Бог бестелесен Мнение Феофана Затворника, выше нами приведенное, может дать руководящую нить к решению только что затронутого вопроса Из него видно, что не предстоит надобности прибегать к гипотезе о некоторой материальности человеческих душ Для кого мы назначаем свою книгу? Мы посвящаем свой труд тем людям, которые в погоне за житейской суетой и призраками земных утех и удовольствий Очень часто забывают, что их ожидает за гробом другая, несравненно лучшая жизнь Жизнь бесконечная Тем, кто дальше материя земной жизни ничего не хочет видеть и признавать Тем несчастным, который в бурном плавании по житейскому морю Изнавая под бременем лишений и житейских невзгод, болезней, огорчений и всякого рода телесных и духовных скорбей Падает в неравной борьбе за существование, своплем отчаяния и ропота на промысел Божий Цель составителя этой книги будет достигнута, если ему удастся согреть живительным светом веры Хотя одно человеческое существо, колеблемое духом неверие Успокоить и ободрить надеждой на лучшее будущее за гробом Хотя одно человеческое сердце, испытывающее страдания, скорби и зарочарования Сохранит хотя бы одного человека от гибельного пессимизма, сохранит от отчаяния Иногда оканчивающегося даже самоубийством Вдохновит хотя одного никем не признанного и всеми оставленного истинного труженика Мыслись и борца за правду Божию Совесть, честь, высокое достоинство человека Побудит хотя одно человеческое сердце к подвигам святого милосердия и любви Никогда не умирающей, но старице вознаграждающей того, кто ей служит Кто за нее отдает душу свою по заповеди Христа Спасителя мира Устрашит вечными мучениями в жизни посмертной, несомненно существующей Хотя одного злодея, забывшего стыд, совесть, страх Божий и чувство жалости к себе подобным Теперь о проявлениях религиозного чувства приходится услышать реже Зато не прекращаются рассказы противоположного характера Еще недавно автор сахалинских очерков Следующими красками обрисовал настроение каторжников Помолиться Богу в тюрьме так же стыдно, как вообще заняться какими-нибудь пустяками Недостойными взрослого человека Сахалинские священники в один голос жалуются на отсутствие религиозных чувств у каторги К Исподи святому причастию приходится чуть не силой гонять, не желают В каторжную богодельность священник даже на Пасху не пошел Из-за шуток, из-за озорства Со святой водой приходишь, они нарочно самые, что ни на есть мерзкие озорства выделывают Далее идет глубоко возмутительный рассказ священника на посту Александровском О поведении одного из трех арестантов, приговоренных к повешению, которых он готовил к смерти Все о будущей жизни беседовали Это с двоими, а третий старик, тот все над ними хохотал и ругался Спать только мешаете Мы запоем, а он веселенько бы, что спели И так кощунствовал перед лицом смерти, так кощунствовал Нераскаянный помер А этот старик был простой русский крестьянин Возрастание преступности идет рядом с упадком религиозного чувства Нельзя не задуматься над опубликованными недавно министерством юстиции цифрами В итогах русской уголовной статистики за 20 лет На 100 дел о религиозных преступлениях, возникших в пятилетии с 1874 по 78 год В 1894 году приходилось уже 365 дел То есть в 20 лет число их возросло более чем в 3,5 раза Но ни одни так называемые религиозные преступления могут служить мерилом упадка веры в народе Ни одно из преступлений не усилилось до такой степени, как лжеприсяга и лжесвидетельство За тот же период времени число возникающих дел по этим преступлениям возросло со 100 до 519 А забвение святости присяги не менее красноречиво может свидетельствовать об упадке религиозного чувства Подобные факты указывают, что нужны общие меры для поддержания религиозного чувства населения Точно так же очевидно, что необходимо усилить религиозные воздействия на тех несчастных Которые грех и преступления уже довели до тюрьмы Никогда не говорилось у нас так много об исправлении преступников, как говорится теперь Мы уже не довольствуемся тем, чтобы выбросить преступника из общества и спрятать его в тюрьме, в ссылке, на каторге Мы хотим исправить его и вернуть обществу честного, полезного и трудолюбивого человека Теперь все чаще и чаще приходится слышать о заботах поднять умственные уровни арестантов Обустраиваемых для них в разных городах чтениях с туманными картинами Но гораздо менее приходится слышать о заботах поднять религиозное чувство заключенных Как будто возможно исправление их без этого чувства, на почве какой-то отвлеченной морали Думаем, что издавая свою книгу мы идем навстречу совершающейся перемене в настроении общества Готовящейся вступить в 20 век своей эры Перемене, которое внимательный наблюдатель заметит во всех областях жизни В науке, литературе, искусстве, религии и политике В науке она проясняется в усиливавшемся стремлении к синтезу Обобщении грандиозного фактического материала А также в примирении с философией для более успешного исследования основных важнейших вопросов бытия В литературе означенные перемены обнаруживаются в усиливающемся пренебрежении к внешней форме В мучительном стремлении к психологическому анализу В страстном искании правды в индивидуальной и общественной жизни И, наконец, даже в смешной форме декадентства и символизма В сфере религии тот же культурный кризис оказывается в пробуждении заглошившего религиозного чувства Не находя удовлетворения этому чувству в материалистическом мировоззрении И не имея возможности создать новые цельные религиозные представления Общество жаждет веры и мало-помало обращается к религии, унаследованной от предков В области политики взаимных отношений народов То же самое настроение дает себя чувствовать в заметном ослаблении шовинизма И пробуждение заглохшего альтруистического чувства Народы, правда, все еще стоят грозно вооруженные Готовы ринуться друг на друга по первому сигналу своих вождей Но в сердцах людей нет уже прежней злобы шовинистические возгласы Не вызывает более бурных восторгов И в сознании масс все глубже и глубже проникает альтруистическая идея мира И общечеловеческого братства Жизнь по-прежнему наполняет мир восторгами бытия и муками страданий Упоением страсти и бешенством гнева По-прежнему оглушает нас победными кликами торжествующих и стонами гибнущих Но сквозь весь этот нестройный гигантский концерт борьбы за существование Для нашего слуха ясно доносится и торжественный гимн любви человека к Богу и человеку И гимн этот возносится из трущоб земли к ясному бесконечному голубому небу Объяснение наиболее употребительных терминов встречающихся в нашей книге Внушение По своей этимологии слово это прямо означает факт воздействия на другое лицо С целью внушить ему какую-либо идею без подробного ее изложения Или заставить его совершить какое-либо действие Говорят, что известное лицо находится под внушением Когда оно не в состоянии противиться внушенной идее Или не может не совершить внушенного действия Бывает и самовнушение Когда субъект бессознательно в воде воздействует сам на себя Мысленным внушением называется то Если внушитель не выражает свои мысли или желания ни словом И никаким другим знаком Ощутительным для наших чувств и способностей В их нормальном состоянии Галлюцинация Обман чувств Под этим словом понимается видение или явление существующее только в одном воображении Человек видит или слышит нечто реальное и существующее Тогда как под иллюзией подразумевается хотя тоже обман чувств Но не чистая фантазия, а лишь искаженное восприятие предметов и явления реально существующих Гипнотизм Слово введенное Бредом означает искусственный возбужденный сомномбулизм Согласно общему пониманию гипнотизм это сомномбулизм Возбужденный физическими действиями Так как магнетизм искусственный сомномбулизм Происходящий от личного влияния или воли Животный магнетизм Слово неопределенное, употребляемое в различных смыслах Главным же образом Его Относят к способам возбуждения сомномбулизма Слово магнетизм В своем обыкновенном смысле означает действие на расстоянии И может приложаться ко всяким действиям с целью возбуждения сомномбулизма Например, к так называемым магнетическим пасам Производящим магнетический сон Магнетический сон Это не что иное, как состояние искусственного сомномбулизма То же самое и сон гипнотический Стоит, однако, разницы Что происходит он от другой причины Именно от действий физических вместо личного влияния Интуиция То есть созерцание Высшая степень медиумизма Означает она непосредственно сознание внутренних начал Во внутренних процессах Так же, как и великих Основных истин Без предварительного обсуждения их разумом Со способностью интуиции соединено некоторого рода духовное ясновидение Так что медиумы, пишущие или говорящие по интуиции Видят перед собой проявляемые картины Которые представляют духовные процессы, заключающиеся в земных явлениях Материализация Этим словом спиреты называют способность духов Образовывая для себя временную материальную оболочку Сходную с их прежним земным телом Так, чтобы они могли быть узнаваемы по своему внешнему облику Если в данном случае недостаточно медиумической силы Для образования даже на несколько минут Такой отдельной фигуры Духи употребляют самого медиума Выводя его настолько измененным и переряженным Что присутствующие признают в нем образ отшедшего лица Но эти явления, по мнению строго положительных ученых С которыми, конечно, приходится согласиться И нам Объясняются без вмешательства духов Они формируют, собственно, духа-медиума Из тонкой материи, извлекаемой из его же тела Что, конечно, указывает на великую Как бы творчески-образовательную силу души человека Явление двойничества вполне подтверждает это объяснение Медиум Посредник Так называют лица, из которой духи могут сообщаться Это мнение спиритов, а не православной церкви Со своей стороны мы смотрим на медиумов Как на лица, даренных тонкой нервной организацией Весьма чутких психическим явлением Лиц, так называемых, сенситивных Через которые в редких случаях может проявлять свое влияние Дух искуситель В видах обощрения людей Особенно в случае невысокого религиозно-нравственного уровня медиума Психометрия Так называется дар, присущий некоторым личностям Направлять дух свой к общению с внутренними духовными сущностями Некоторых вещей, например, лекарств Когда они до таковых дотрагиваются И видят таким способом все им соприкасающееся Даже описывают события, с ними связанные Например, одному из таких психометрических личностей Дают в руки обломок статуи, найденной при раскопках в Афинах Или в каком-либо дреннем храме Через самое непродолжительное время в его духовном видении Представляется не только вся статуя и весь храм Но и город, в котором они находились Со всеми его окрестностями и даже хижинами В одеянии той эпохи И он может сказать, каким образом уничтожена статуя Или разрушен храм От землетрясения, или пожара, или нашествия неприятеля Так профессор Дентон Дал двенадцатим медиумам кусочки от метеорита И одиннадцать из них Сделали совершенно отождественное описание планеты От которой оторвался метеор Если положить в руку психометрического медиума Какое-нибудь лекарственное вещество Он может умственно исследовать его свойства И описать его действия на тело В будущем очень вероятно явится возможность Через прикосновение к кровавленному платью убитого Узнать, каким образом совершено преступление Описать личность убийцы И таким образом передать его в руки правосудия Эта медиумическая фаза встречается еще очень редко Ибо она требует от высшей степени сенситивных И сверх того очень развитых личностей Способных не только видеть предметы и события Но и правильно их описывать подходящими выражениями Сенситивное лицо — это человек, одаренный особо тонкой нервной организацией И чувствительностью Сомномбулизм — состояние, подобное сну Но отличающееся от него постоянством Некоторых явлений относительно жизни Он отличается от состояния нормального бодрства не изменением личности Сомномбулизм может быть искусственным и естественным Или самопроизвольным Самопроизвольный сомномбулизм — лунатизм Является патологическое более часто у субъектов молодых Наступающее всего чаще во время нормального сна Сомномбулизм искусственный возбуждается То некоторыми приемами, называемыми магнетическими Действия которых еще недостаточно определенно То внушением или же действиями физическими Как-то устремлением взгляда На какой-нибудь блестящий предмет Мерными звуками и прочее Или же чаще всего многими совместно действующими причинами Спиритизм Самое слово спиритизм сбивает с толку Оно непременно должно быть заменено другим, более общим Не содержащим в себе никакой гипотезы, никакого учения Как, например, слово медиумизм Спиритизм в строгом значении этого понятия Есть одна из трех категорий Под которые мы можем подвести все медиумические явления Каждая из этих категорий, выраженная пока в форме гипотезы Имеет право на самостоятельное существование И определяет с собой только известный разряд фактов Эти три категории для удобства мы обозначаем следующими условными названиями Персонизм, анимизм и спиритизм Словом персонизм мы обозначаем самое элементарное явление медиумизма Разговор посредством стола Письма или бессознательной речи в трансе Явление, принадлежащее к этой рубрике, раскрывает перед нами великий факт двойственности человеческого существа Непосредственно с нашего индивидуального внутреннего бессознательного я С нашим внешним сознательным я Это психические бессознательные явления, коих отличительные черта в большей части состоит в персонификации То есть в принятии не только имени, но часто и характера личности, посторонние медиуму Духи здесь решительно ни при чем Необходимо только, чтобы человек на время отрешился от своего личного я И предоставил себя всецело в распоряжении своей внутренней психической силы Анимизмом мы обозначаем бессознательные психические явления, имеющие место вне пределов телесной сферы медиума Как-то умственное общение между людьми, движение предметов без прикосновения Явление прижизненных призраков, пластическое действие на расстоянии и т.д Все эти явления мы считаем результатом бессознательной деятельности живого человека Или передающей его собственную мысль другому лицу Или воплощающей ее пред ним же в какой-нибудь определенной форме Хотя бы в форме призрака Исследования лондонского психического общества показали, что большинство явившихся людям призраков Относились к числу не умерших уже индивидуумов, а только умирающих Это очень понятно Мысль умиравшего субъекта вероятно сосредотачивалась на какой-нибудь определенной личности И эта последняя видела ее перед собой уже в форме призрака Здесь духи опять-таки решительно ни при чем И в анимизмах, аниме, душа Мы имеем только кульминационное явление психического раздвоения Словом «спиритизм» обозначаются те же по внешнему виду явления персанизма и анимизма Когда действующие причины их находятся не только вне медиума Но и вне нашей сферы бытия Мы имеем здесь земные проявления нашего индивидуального «я» Уже после отрешения его от тела Из этого выходит, что спиритические явления по своим внешним формам Совершенно сходны с явлениями персанизма и анимизма Отличаются от них только по умственному содержанию Свидетельствующему о вмешательстве в них посторонней, самостоятельной личности Тогда они заключают в себе какие-нибудь несомненные данные участия в нем Духа умершего лица Или дух сообщает присутствующим какие-либо события, известные Или делает определенные указания и пояснения фактов так же непосредственно Выше приведенное определение спиритизма мы заимствовали сочинение Аксакова А. Лично мы с первыми двумя стадиями спиритизма, то есть персанизмом и анимизмом Вполне согласны и полагаем, что многие таинственные явления Совершающиеся на спиритических сеансах Происходят без всякого участия духов Естественным проявлением, еще мало изученной психической силы человека Что касается третьего положения в определении спиритизма Спиритизма в собственном смысле То мы будем правы, если следуя мнению митрополита Филарета Профессора Рождественского и других Допустим, что в большинстве случаев здесь действует не душа умерших А дьяволы, обольщающие людей Вот почему занятие собственностеритизмом весьма опасное занятие Трансфигурация, то есть превращение силы и духов всего внешнего вида медиума Например, роста фигуры, черт лица Настолько, что его принимают за другую личность Мы уже сказали, что материализация, по нашему мнению, объясняется без вмешательства духов естественно Следовательно, и трансфигурация, если это не фокус Должна быть также объяснена естественными психофизическими силами человеческой личности Транс – глубокий магнетический сон Между полным трансом и полутрансом существует значительная разница Во время полутранса медиум находится в полубессознательном состоянии Он знает, что он должен что-то сделать И делает это непроизвольно Он сознает над собой какую-то невидимую силу, заставляющую поступать известным образом Но как именно, он не знает Пока не исполнит внушенного действия Точно так же, как это бывает и в гипнотизме Сообщения, получаемые через медиума, находящегося в полутрансе, не вполне достоверны Ибо они всегда более или менее перепутаны с собственными мыслями самого медиума Ясновидение Мы подразумеваем под этим словом видение посредством духовного зрения духовных предметов Так же, как и видение происходящего на расстоянии Это способность чаще всего присуща самнамбулам То есть, таким лицам, у которых духовное чувство бодрствует В то время, как, да, телесные находятся в умолении Будь то при естественном сомнамбулизме или при магнетическом Но она бывает присуща и таким личностям, которые, находясь в вполне бодрственном состоянии Имеют дар прозрения в духовный мир И в некоторой степени способность переноситься в духи в отдаленные местности И видеть, что там происходит Этих личностей называют ясновидящими и прозорливцами Но нередко так называемые ясновидящие имеют дар прозрения Не сами по себе, а получают сообщения о духовном мире И отдаленных местностях от своих духовных руководителей Страница 17 Часть первая Явление душевной жизни в бодрственном состоянии человека Глава первая Предчувствие Способность предчувствия или предведения будущего С различной степени ясности в зародыше Существует у каждого человека Она особенно обнаруживается в некоторых особенных состояниях Точного определенного термина эта способность знать будущее не имеет Ее называют то предчувствием, то предведением, то пророчеством и так далее Смотря по тому, как она обнаруживается Когда будущее более чувствуется, чем сознается Тогда говорят о предчувствии, предвидении Когда оно и сознается О предвидении, пророчестве и тому подобное Мы будем говорить об этой способности во всех ее проявлениях И просим извинить, что не употребляя какого-нибудь одного определенного названия Будем пользоваться разными названиями способности знать будущее За изменением За неимением в языке слова, которое могло бы со всей полностью выражать это понятие За недостатком такого-то слова мы предпочитаем употреблять термин, входящий, кажется, в употребление на Западе Именно дивинации Вот дивинар, например, дивинационс фермерген Достоверность дивинации выше всякого сомнения Латинская дивинация представляется более пригодным в данном случае, чем все другие названия по широкому смыслу заключающемуся в всем слове Хотя с этой стороны оно же и неудобно Потому что обозначает самую способность души узнавать будущее на основании общности природы с богами То есть искусство узнавать будущее пользуясь этой способностью и общения с богами Для тех же, которым не пришлось быть лично ее свидетелями, существуют специальные сборники рассказов об этих фактах Так многое в этом роде собрано шплит-гербером В его сочинении сон и смерть Перти, лассолем, погодиным и другими Из этого богатого материала мы представляем типичные образчики разного рода предчувствий, предведений будущего Чаще всего дивинация проявляется по отношению к личной судьбе и лиц близких Реже лиц чужих Еще реже к судьбе народа и всего человечества Содержанием дивинации служат наиболее важные моменты в жизни личности и ее близких Или в народные всемирные истории, например, смерть, опасность и важные перевороты и тому подобное Таким образом, дивинация разделяется по лицам, к которым она относится По содержанию, которое она в себе заключает Предведение своей судьбы Французская королева Мария Антуанетта за несколько лет до начала французской революции Гуляла в парке Трианона В одно утро со своей фрейлиной Вдруг встретился с ней неизвестный человек, который тотчас удалился